В окрестностях родового села начинают возводить самый высокогорный спорткомплекс, проект одобренный президентом России. После той встречи с президентом я докладывал о работе ему и отдельно положил по этому проекту. Мы показали все, что здесь и сами посмотрели, место, он интересный все посмотрел, дал поручение, поручение уже взято на контроль, все, процесс пошел. Сам Нурмагомедов начинает подготовку к очередной защите титула, уже обновленных. Саркар Магомедов, Салих Салихов, Абдулла Магомедов, Вести, Дагестан. Это Большие Вести со зрителями Москвы и области. Увидимся через несколько секунд. Вы смотрите Вести Вологодской области. В студии Наталья Шамилова. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. На улицах региона становится светлее. В следующем году в городах и поселках установят полторы тысячи новых фонарей. Коммунальная проблема с неприятным запахом. Жители улицы Овражной в Соколе уже несколько месяцев живут с плохо работающей канализацией. Уникальная операция, которая спасла жизнь ребенку. Девятилетний череповчанин наткнулся на штырь, задевший сердце. Более полутора тысяч новых фонарей появятся в регионе в следующем году. Также будут отремонтированы порядка 14 тысяч светильников. Недавно новые объекты уличного освещения установили в деревне Баранково. Подробнее о реализации областной программы «Светлые улицы Вологодчина» расскажет моя коллега Елена Модина. Раньше в темное время суток жители Баранково из дома без фонариков не выходили. Даже до автобусной остановки шли по полю, так как боялись, что в темноте их собьет машина. Со своей проблемой они обращались в различные инстанции. И вот отдаленный уголок Вологды включили в программу «Светлые улицы Вологодчины». У нас освещение появилось, очень стало хорошо, комфортно, светло. Можно вечером даже выйти погулять и в гости сходить. Без всякого страха и без дополнительного освещения. «Светлее» стало на нескольких улицах Баранково. На Тепеньковской установили 8 фонарей, на Баранковской 5 новых ламп и отремонтировали старые. На Дьяконовской появилось 13 светодиодных светильников. Смотрите, какая у нас красота. С вот этого до этого. В конце улицы, да, хоть дома, хоть вышивай. Всё видно в доме. Вот только благодаря свету и в эти в плохую погоду мы видим, что где лужа, а где нет, чтобы можно было войти. На этом работы в Баранково не заканчиваются. В этом месяце, обещает представитель подрядной организации, фонари установят на главной улице посёлка. Подрядчикам выполняются работы по большому участку, посвящению большого участка дороги от улицы Канифольна до улицы Баранковской протяженностью 2300 метров. И вот уже в этом году они закончат работы, сдадут и проект будет запущен в работу. Программа «Светлые улицы Влагочины» стартовала год назад по инициативе губернатора. Сначала в населённых пунктах региона планировали установить 10,5 тысяч фонарей. В итоге их появилось почти на 1300 больше. Основной объём работ завершён в октябре текущего года. На сегодняшний день в результате экономии по конкурсным процедурам появились дополнительные денежные средства, которые также направляются на ремонт, на строительство объектов уличного освещения. Работы ещё предстоит много. На первом этапе выполнены не все заявки жителей области. Их поставили в план на следующий сезон. А сам проект планируют продолжить как минимум на трёхлетний период. В следующем году на улицах региона отремонтируют порядка 14 тысяч светильников.